Привет, зрители! Я понимаю, что, возможно, кто-то это бы ждал в роли нормального видео, но я вот что-то зафоткала, и вообще тут такая погирающая, где вообще целую неделю, наверное, мигрень. Вот уже ровно неделю, так вот, с прошлого вторника. И я тут ваяю себе, потому что кое-что, ну, как бы я давно планировала, но внезапно у меня после вчерашней работы, хоть и в перчатках, но под дождём лёгким и на холоде в саду, у меня вот снова потрескалась рука, кожа, короче, за кровью, и я тут вспомнила, что надо бы спасаться чем-то. Хотя я как бы регулярно мажу руки кремом, но случилось так, что вот я давно планировала, как чуть больше кокосового масла, допустим, две части кокосового масла, одна часть воска, тут, в общем, вот здесь у меня чайная ложка масла какао и чайная ложка эфирного масла розы. И там ещё изначально были несколько, а, чайная ложка мёда, и тут и там, по чайной ложке, и изначально там были несколько трюпиков пчёлок. Вообще считается, что трюпики пчёлок ихрена полезны, они делают какое-то лекарство. Я как потомственный пчеловод, по идее, должна это знать, возможно, когда-то знала, но всё же не запомнишь. И, в общем, посмотрю, что в итоге выйдет. Потому что я сделала в этот раз дезик про запас, приличное количество, и у меня, где он тут, вот такой кусок, брусок. И я сделала его чуть более мягким, чем в прошлый раз, потому что у меня как-то, ну, не настолько по кондиции был. Я уже не помню конкретные пропорции, даже не записывала кусочек, которым я сейчас пользуюсь на про запас. И сделала так вот, что, допустим, при желании можно им помазаться какое-нибудь место укушенное, допустим, комаром. У меня какой-то комар живёт, по-моему, и ощущение, что вообще стая комаров. И будет вам счастье, потому что пенёк, с которым я в прошлом году пересеклась в реале, и какое-то время она меня смотрела, ещё какое-то время потом общались. Она сказала, я ей делала этот дезик, типа, как подарок от блогера к подписчику. Она сказала, что она, по-моему, укусы комаров или что-то там вроде мазала этим дезиком. Там же в основе побольше части, чаще всего чайное дерево, ну, и оно, типа, там как-то дезидорирует, дезинфицирует и вообще как-то делает вам счастье. Вот я решила сейчас тут слегка записать, пока у меня масло на горячей воде, ну, уже, может, чуть подостывшей воде, подтаяло, потому что оно загустевшее. И, в общем, я вообще тут как бы готовлю, оживаю, привожу свои мозги в норму, себя в нормальное состояние. И сейчас у меня будет лаванда во втором варианте. Вообще, я хотела ещё добавить как бы вот эту розу, которая на самом деле тут не только роза в растворе масла зажаба, потом она пойдёт в пустые баночки. И сегодня у нас, кстати, 30 сентября, но, возможно, пустые банки-то я уже и не успею записать, потому что у меня тут очень много всяких напланированных дел, плюс слать снято, что-то монтируется, ещё что-то надо смонтировать. Планирую, наверное, сегодня всё-таки после сделать монтаж. Если вдруг какой-то шум, то в комнате у меня три противня яблок сушится. Что-то вот я тут показываю, что я тут записывала, чтобы не забыть. Ну и чё? Вон там конфеты. Я обновила этот коврик, да, вот обещала этот коврик, наверное, обновить на камеру, но вот не случилось. Потому что я вчера его обновила и первым противнем меня вырубило в 10. В инстаграм они есть, и потом я в кокпет започтю. Вот этот ролик раньше выйдет, чем я обещала в флудилке, этот мук-бак последний свой замонтировать и выложить. Но у меня тупо сил не хватило, что-то такая уставшая была. И тогда, раз он сейчас выйдет, с завтрашнего дня в кокпет, четвёртый марафон для меня, это третий марафон. Я решила эту 29 дней мне надо, 29 рецептов у меня готовых пока. 4 в черновиках, там, ну, вообще, 4,5, потому что там, как бы, ещё один, 5 черновиков таких конкретно. Пара из них при этом надо слегка подписывать. И если вы 29 дней подряд каждый день будете постить по рецепту, то, помимо прочего, вы получите, ну, вообще, там, контейнеры, какие-то потом полотенечко, коврик для выпечки. Я свой обрезала, потому что у меня такое ощущение, что вот он, всё-таки, слегка касается, хоть я и обрезала его так вот, в стенах этой самой печки. И идёт такой запах, ну, не то чтобы неприятный, но такой вот, как будто у вас слегка что-то пригорело. Ну, на самом деле, ни на идее, ни на чём это не сказывается, не знаю, чё. Чем ценно, может быть, это потому, что первый раз этот коврик юзаешь. Короче, там коврик для выпечки из вот этого, то, что можно пощупать. И придёт вам по ссылке, если вы 29 дней пропаститесь. Вот у меня календарик как раз третьего марафона, который на Кокпад проходил. На самом деле, для меня он как бы второй был, ну, официально третий марафон. Ну, в общем, будет коврик для выпечки, полотенечко, потом эти контейнеры и набор специй. Вот я хочу набор специй. Там можно, по идее, 22 дня пробежать. Ну, образно говоря, 22 дня пропустить. И будет всё то же самое, только без специй. Ну, специй я тоже хочу. Ну, там ещё как бы розыгрыши, но я никогда не выигрывала ничего в этих Кокпадовских розыгрышах. Так что я думаю, это я опять проречу мимо. Я даже не рассчитываю на эти розыгрыши, совершенно. В общем, вот вам такой маленький видосик от меня. Да, вчера было воскресенье. Я помню, что как бы по воскресеньям я должна делать стримы, но никто мне не писал с воплями типа, «Лё, будет ли стрим или ещё что-то в этом роде?» И я как бы ручно забыла про этот стрим. Ну, и подумала, что, значит, подумала, что, наверное, никому не надо. А из-за нуля зрителей что-то это делать, или, допустим, опять прибегут какие-нибудь там в кавычках хейтеры, унылые такие, унылые уныльцы, тратить время как-то не хотелось, но и времени и так как-то на Ютуб не очень хватает с приезда с Абхазии, скажем так. Короче, в общем, поэтому стрима не случилось. Ну, и я думаю, теперь можно сказать всем пока. Думаю, моё масло как раз дошло до кондиции. Так что всем пока!